МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Екатерина Яркова, руководитель полиграфической мастерской центра. Здесь очень важный, товарищи, момент. Мы очень подробно всегда освещаем деятельность организации родителей детей и инвалидов, потому что это касается огромного количества числа и детей, и их родителей. И что касается открытия полиграфической мастерской, это новый этап развития центра, потому что будут привлекаться в центр уже ребята, которым не 6, не 7 лет даже, и не 12, потому что 12 лет ребятки, конечно, есть тех, которых вовлекают только в эту трудовую деятельность, но есть ребята, которым и по 20 лет. И это была большая проблема, и большая проблема, которая долгое время не решалась, потому что вот эти юные ребята с особенностями развития, и сложно было им найти и место досуга, и место применения для того, чтобы они как-то работали, развивали свои навыки. Посмотрим, как открытие этой мастерской скажется уже вот на этих молодых людях. В первом часе мы тоже говорим с нашим другом и коллегой, с Григорием Долгих, президентом Федерации велосипедного спорта Кировской области. Гриша, добрый день. Добрый день. Мы, естественно, продолжаем тему развития велосипедного движения и, может быть, вообще системы движений в городе Кирове, и теперь мы разберем опыт Казани, потому что буквально на днях вот только что в Казани закончились дни велосипедной культуры. Григорий там был, я не знаю, в каком статусе, сейчас, Гриша, пояснишь, да, как участник, как эксперт, как просто наблюдатель, и нам нужно сделать какие-то выводы, потому что Казань, мы все время, ты заметила, мы все время ставим как бы в пример, там за ней тянемся, все время сравниваем. Вот в этой части тоже есть о чем поговорить. Но можно, прежде чем мы с Григорием к Казани обратимся, мы все-таки его про Киров спросим. Вот Григорий наверняка видел вчерашние новости об установке желтых ограждений на перекрестке Октябрьского проспекта и труда, которые перекрыли бульварную часть Октябрьского проспекта, и теперь от танка по аллее ни пешком, ни с колясками, ни на велосипеде, никак не пробраться. Да, я это видел. К сожалению, не могу пока понять вообще, для чего это сделано и с какой целью. Потому что тот перекресток, который вот труда и Октябрьский проспект, я не скажу, что он самый оживленный, там в принципе на труда односторонние движения, поэтому скорость потока поперек Октябрьского проспекта просто минимальная. Ну, тут надеюсь, что может произошла какая-то просто ошибка, и это все уберут. Не туда поставили. Хотели поставить в другом месте, но промахнулись. Ну, вообще, я так понимаю, что идет речь о безбарьерной среде в городе, и вообще все эти барьеры должны по идее убираться. А у нас их дополнительно поставили. Ну, к сожалению, я не могу комментировать, почему поставили, кто поставил, зачем поставил. Может, просто произошла какая-то иральная ошибка, и недосмотрели. Но выглядит это ужасно. Я тебе скажу, я просто слежу немножко за этой темой в социальных сетях, и я вижу комментарии. Комментарии из разряда. Пока у нас на Октябрьском проспекте в центре города ставят вот это желтое безобразие, проводить урбанистический форум, говорить о размещении рекламы, вводить какие-то правила, новые размещения рекламы, бессмысленно. Такое ощущение, что правая рука не знает, что делает левая. Все, теперь к Казани, где она нет. Но это важно. Такого безобразия нет. Я тебе благодарна, что ты про это заговорила, потому что действительно темы связаны. Итак, дни велосипедной культуры в Казани. Расскажи, пожалуйста, как ты туда поехал, в каком статусе, с какими планами? Я поехал туда в статусе наблюдателя, теперь гости, потому что мы никогда не участвовали в подобных мероприятиях, и просто не было понимания, то есть как бы, что можно там показать о себе, что рассказать. Но, тем не менее, когда мы с Туги там поговорили, оказалось, что есть что, на самом деле. То есть нам чем поделиться есть? Ну, нам даже есть чем показать пример Казани, на самом деле. Даже так. Что это такое вообще? Дни велосипедной культуры были организованы в рамках финала кругосветного путешествия, которое проехал Ильдус Янышев. Это у нас союз велосипедистов в Казани. Он, собственно, как бы его возглавляет. У него поездка проходила через, сейчас скажу, количество стран. Через 17, так сказать, 13 стран мира. Он ехал 17 месяцев и проехал 25 тысяч километров. Но это только Евразия, да? Без пересечения океанов. Ну, это получается у него непосредственно, потому что путь в километрах, не учитывая то, что он ехал на водном транспорте. Там присутствовали гости из Германии, Китая, Арабских Эмиратов, то есть из тех стран, где он побывал и, собственно, с кем он подружился. И эти гости привозили свои концепции развития велосипедной культуры. Ну, каждый в своем направлении. То есть у кого-то это благодарительный фонд, у кого-то это специально разработанное для велосипедства приложение. У кого-то это просто общее развитие велосипедного движения в целом. То есть там много было чего интересного, в том числе про саму Казань рассказывали, как у них там продвигаются некоторые проекты. Мне кажется, больше всего понравилась Китай, потому что... Так, мы сейчас приведем примеры разных стран, которые были озвучены на этом форуме, можно сказать. Потому что не велосипедная культура, они включали, я так понимаю, себя и просветительское образование. Ну да, то есть там те люди, которые приезжали, они рассказывали про те проекты, которые они реализуют у себя в странах. Итак, Китай. Итак, Китай. Китай, это провинция у нас, получается, города Харбин. Получается, север Китая, да? Да. И представлял его Сонг Ли Женг. Вот такой мужчина очень интересный. В чем суть? Они занимаются системно развитием велосипедного движения у себя в провинции. То есть они, с одной стороны, развивают бизнес, то есть они занимаются продажей и обслуживанием велосипедов, но в то же время они уделяют важный акцент именно социальной составляющей. То есть весь проект разделен на три части. То есть это чисто коммерция, продажа велосипедов. Второе, это у них социальные проекты всевозможные. И третье, у них проведение мероприятий. И прозвучали такие цифры, то есть у них каждое из направлений, то есть равноправно они занимаются всем этим, приносит им порядка 20 миллионов юаней ежегодно. То есть колоссальные цифры. Прозвучали, опять же, цифры количества участников у них велосипедистов в соревнованиях. То есть там миллионы человек. В соревнованиях, внимание. В соревнованиях, любительских. Потому что традиционно Юго-Восточная Азия в силу того, что она очень густо населена, даже перенаселена традиционно, потому что там климат позволяет, на велосипедах ездит огромное количество людей, больше чем на скутерах. На скутерах тоже много катаются. То есть здесь вот в принципе была основа. Да, проводилось количество велосипедов и количество людей. То есть проводилась такая аналогия, что в Голландии, например, сделали власть и все для того, чтобы пересадить. Людей на велосипеды. А в Китае наоборот было. То есть там изначально велосипед был в принципе как основное средство передвижения. Потому что на нем катались там просто миллионы людей. Сейчас, конечно, там у них 50 на 50, так помню, что скутеры и велосипеды. Но тем не менее велосипед занимает огромную нишу. И правительство очень, как же так, мощно это поддерживает. То есть как раз вот те 20%, которые социально, да, я сказал, они 20 миллионов. Это как раз за счет помощи государства. То есть они выделяют средства на проведение как раз мероприятий, всевозможных там пробегов. Я так помню, что там очень мощная поддержка людей с ограниченными возможностями. То есть там предоставляются специальные велосипеды тем людям, которые участвуют в таких соревнованиях. То есть те люди, которые есть какие-то ограничения. Если человек занимается этим регулярно, показывает результаты, ему вообще эти там дорогостоящие велосипеды просто придут в пользование. Пара велосипедисты. Да. Вместо колесок велосипеды. Вот так. То есть я даже не буду говорить там про велодорожки в Китае, там про все, про все. То есть там было сказано очень много. Но то есть там, по сути, это то, какое должно быть в идеальном варианте. А это важно очень. Скажи, пожалуйста, кто вкладывается в инфраструктуру велосипедную в Китае? У них вкладывается государство. Государство. Это государственная программа. Да, но у них очень высокая доля участия в этом во всем бизнесе и, соответственно, просто, скажем так, ну, волонтеров. То есть людей, которые катаются на велосипедах, у них очень много клубов отдельно. То есть конкретно группа людей, которые объединяются в такие, своего рода, неформальные спортивные, где-то официальные спортивные клубы и участвуют в соревнованиях. И за счет этого общая тенденция такая, что у них постоянно все это развивается, развивается, развивается. У них огромное количество людей ездит на велосипедах, огромное количество людей участвуют в соревнованиях, что важно. Вот и за счет этого в целом высокий уровень велосипедной культуры. А вот что касается Арабских Эмиратов. Вот это, кстати говоря, удивительно, потому что я была уверена, что там передвигаются исключительно на машинах. Ну, не обязательно на золотых, но исключительно на машинах с кондиционерами, потому что говорят, что там невозможно находиться на улице. Девушка, которая приезжала из Саратовских Эмиратов, она предлагала нам ознакомиться с таким приложением, как вот Bikes Amizer. Органайзер, который в смартфонах для байкеров. Да, это, по сути, такая программа, которая объединяет у нас Strava, ну, это программа для слеживания треков своих, объединяет контакт, потому что социальная сеть, и объединяет Инстаграм, потому что там можно к маршруту прикреплять фотографии. Ну, я в процессе пока сейчас как раз пользуюсь этим приложением, пока не могу сказать ни хорошо, ни плохо. То есть ты скачал его, да? Я скачал, да, просто пока сейчас попробую, да, посмотреть, как он будет работать. Ну, как раз она непосредственно, девушка сказала, что живет в Дубае, и вот, скажем так, с командой разработчиков они это приложение презентовали, именно для того, чтобы можно было приехать в любую страну, в любой город, и посмотреть, где можно покататься на велосипеде, где какие фотографии. То есть, ну, чтобы это не было так, что ты приезжаешь в город, и начинаешь думать, блин, а куда поехать? А, слушайте, это интересно. Ну, естественно, может быть, у них нельзя и неудобно кататься на велосипедах в Дубае, но они для тех людей и жителей Арабских Эмиратов, которые хотят покататься на велосипеде в другой стране, создают условия. Прервемся на полминуты и продолжим с нашим гостем Григорием Долгих. Мы говорим об опыте, который передавали люди, участвующие в развитии велосипедной культуры по всему миру в Казани. Вот с 4 по 8 октября там проходили Дни велокультуры. До Казани все равно доберемся, и про наш опыт тоже расскажем. Но у меня в Арабских Эмиратах все-таки запила история. А девушка русская была? Девушка русская. А, понятно. Прервемся на полминуты. Продолжается программа «Дневной разворот». Анна Лапшина и Светлана Занько в студии Григорий Долгих, президент Федерации велосипедного спорта в Кировской области. С 4 по 8 октября в Казани прошли Дни велокультуры, которые, собственно говоря, Татарстан организовал для того, чтобы... Вот цель, я буквально могу перечислить, создать новую площадку по обмену опытом и распространению идей и влияния велосипеда на решение вопросов гуманитарного значения, сохранения физического и ментального здоровья человека, бережного отношения к окружающей среде, развитии территорий, культуры и туризма, помощи социально незащищенным слоям населения. Очень серьезные задачи поставлены. Укрепление мира и международного сотрудничества. Мы сейчас про международное сотрудничество как раз начали и остановились на Арабских Эмиратах и на приложении, которое как называется? Байк-самайзер. Байк-самайзер. Ну, легко. Органайзер для байкеров. Байк-самайзер. Из Арабских Эмиратов русская девушка привезла это приложение. Вот это такая история. Ты, Аня, наверное, точно ее оценишь. Мы с тобой неоднократно различные семинары выезжали в те страны, где велосипедная культура развивается, там, да, и Швеция, Нидерланды, там, и прочее. И всегда подмывала взять велосипед. И в Москве иногда подмывают, когда ты видишь вот эти вот парковки, но ты не понимаешь, как ты будешь передвигаться, где вот эти дорожки, от какого пункта к какому ты доедешь. И я так понимаю, что программа, заложенная в байк-самайзере, позволяет тебе в любой точке мира понять, где эти парковки, куда поехать, чтобы посмотреть. Посмотреть, где парковки есть, велосипедная инфраструктура, и самое главное, что там есть маршруты. А, проложенные уже, которые закладывают сами туристы. Да, то есть можно посмотреть маршрут и, соответственно, посмотреть фотографии к нему, то есть то, через что он проходит, насколько он удобен, описание к нему почитать и, собственно, выбрать для себя нужный маршрут. И тут сразу вспоминается наш проект трехлетней давности, который как раз ты разрабатывал с ребятами. Колесо истории. Да, и мы пытались его как-то продвинуть в городе. Колесо истории. Это проект велосипедного маршрута в исторической части города, который как раз там, да, касается исторических зданий и мест. И мы хотели туда еще включать кафе и парковки, потому что тогда же парковок не было, для тех людей, которые хотят на велосипеде ездить по городу и посещать какие-то исторические места. Да, вот как раз в Казани есть аналог нашего проекта. Я даже не знаю, кто раньше появился, мы или они. И называется «Путь Тука». Это у них развитие нового формата пешеходного и велотуризма в республике Татарстан. То есть у них вот такой известный у них на родине, соответственно, поэт. Габдула Тукай. Габдула Тукай. Улица самая большая, Габдула Тукай. Когда едешь в Казани, на ее ориентируешься. Да, и, собственно, этот велопешеходный маршрут, он проходит как раз по историческим местам, где он там жил, учился, работал, как-то еще. То есть это очень похоже на то, что делали мы, колесо истории. Но, соответственно, ввиду того, что это Татарстан, у них, конечно, все сделано более масштабно. У них там подключились сразу руководящие лица к этому проекту. Ну, посмотрим, как он будет реализован. То есть пока он еще у них в процессе согласования. Он в процессе согласования, а у нас в стадии идеи пока что он, да? Ну, у нас почему есть идеи, есть презентации, мы же прокатывали. Да, ну, мы, в смысле, еще не внедряли его в город, хотя городу презентовали еще вот несколько лет назад. Ну, да. Но он остается. Да, он остается. Просто мы ждем, когда к нему подойдет время. Давайте мы еще немножко про другие страны поговорим, которые опытом делились. Помимо Арабских Эмиратов и Китая. В лагере была Германия. То есть там был фонд по борьбе с помелитом. То есть там непосредственно представитель Германии рассказывал, как он пришел к этому фонду, то есть как он там начал бегать, как у него пришла такая идея продавать свои удары сердца за один цент. Что это такое, продавать удары сердца за один цент? Опять же, с его слов. У него была такая история, то есть он начал заниматься легкоатлетикой, бегать длинной дистанции. И когда он сидел, подсчитывал, сколько у него там пройдено километры, сколько там пройдено у него в ударах сердца расстояние, и увидел цифру, требующуюся там на определенное, скажем так, вливание в фонд, который занимался как раз прививками полимелита. И у него совпали там некоторые цифры, и он подумал, а почему бы мне не продавать свои удары сердца? То есть он на сайте запускает свой род такие небольшие аукционы, и все желающие могут купить удар сердца за цен, кто больше. И он продает такие небольшие сердечки красные, такие, как фонарики, которые можно вешать на одежду, которые имитируют, по сути, символизируют, да, даже пора не сказать, пульс сердца. Как это связано с велосипедами? Он, помимо того, что бегает, он еще и ездит довольно-таки много. То есть у него там куча путешествий из Европы до Петербурга, то есть там у него прямо показывал свои треки, у него вся Европа исчерчена. То есть это тоже входит в эту программу. То есть спортивная нагрузка такая, я так понимаю, да? Да, мы же работаем активно вместе, я сразу прикидываю, что может быть у нас с Кирой с этим воплощено и как-то связано. Цель этой конференции как раз и была показать те рабочие модели социального проектирования, которые реализуются в других странах, которые можно использовать у нас. И которые связаны с велосипедом, так или иначе. С велосипедом, с здоровым образом жизни, с велотуризмом, с пешим туризмом. Сама Казань, что презентовала вот на этих днях велокультура? Сама Казань непосредственно презентовала, это путь Тукая непосредственно вот этот маршрут. Исторический веломаршрут. Потом презентовала Дорогу Добра, это у них фонд-НКО, который выиграли так же, как и мы, кстати, в этом году. Президентский грант, но у них идея какая? То есть они берут велосипеды, скажем так, не используемые, принимают их от населения, ремонтируют, дают детям в детские дома. И, собственно... А, ну это тоже, кстати, хорошая история. По сути, очень близко к тому, что делали мы в своё время в рамках велотура, когда мы собирали просто... Ну, мы брали, конечно, новые велосипеды, плюс там тоже ремонтировали слишком старые и отдавали в детские дома. То есть то же самое, только на более таком масштабном уровне. Больше народа вовлечено. Ну, сейчас, секундочку. А фонд Дорога и Добра, ещё раз не путать с нашей организацией. Дари Добро там у них. Нет-нет-нет. Дорога и Добра это у нас. Это у вас. А у них Дари Добро. А у нас тоже есть ещё Дари Добро, но они занимаются уже животными, безнадзорными. Значит, у них фонд Дари Добро не только великами занимается, ещё чем, да, НКО. В первую очередь, как бы, они, я так понимаю, занимаются, как раз, велосипедами. То есть у них даже логотип в виде такого велосипеда. Они, значит, принимают от населения, как мы когда-то с фотоаппаратами в праве на творчество, фотоаппараты, а эти велосипеды, их ремонтируют, приводят в належащее состояние, передают в детские дома или в социально незащищённом там гражданам, например, да? У них, каких объёмов им удалось добиться, может быть, ты слышал, запомнил? На данный период у них 150 велосипедов. Передано уже, да? 150 велосипедов. И сколько они работают уже над этим? Ну, в течение этого года. В течение этого года. Но надо сказать, что наши результаты... Они работают не только по показаниям. Они работают по всей республике. По всей республике. Наши показатели по праву на спорт, который последовал после права на творчество по велосипедам, тоже были очень классные. Напоминаю, что проект «Велотур Вятка Киров» совместно с Велошколой и Федерацией велосипедного спорта поставлял велосипеды в детские дома и проводили. Ребята выезжали на место там обучение, соревнования и прочее. Сейчас в стадии заморозки этот проект, но все равно велосипеды там есть, ребята катаются, велошколы сейчас будут развиваться. Просто не хватает элементарных человеческих ресурсов там и времени. Но это все равно есть. И у нас сколько велосипедов, кстати, мы тогда поставили? Прямо 20-30. Новых велосипедов. И это за короткий очень промежуток времени. Это, по сути, было за два раза всего. За две поездки. Это очень серьезный показатель. Я просто тоже начинаю сравнивать, что в Казани, что у нас. У нас все эти идеи были. Не хватило только масштаба людей, вовлеченных и так далее. Это всегда проблема человеческих факторов. Ну, тут еще история ведь такая. Вот и человеческий фактор, и фактор, я не знаю, как сказать, там, профессионально ремонтный, я бы так сказала. Нет, с этим-то проблем у нас нет. Светлана, история следующая. Мы сейчас просто, я так понимаю, Киров не может себе позволить собирать от населения старые велосипеды и ремонтировать их, потому что, если их понесут массово, их же где-то надо держать. Нет, дело-то не в этом. Нет, это не проблема. Просто мы, на самом деле, так не пробовали в таких масштабах работать. То есть, в чем заключалась как раз суть площадки, то есть, обмен опытом. То есть, я им рассказал про нашу велошколу, вот, и они, конечно, там смотрели на меня с широко открытыми глазами, говорили, нереально, как это такое еще может быть. А чему именно они удивлялись? Они удивлялись вообще. Это казанцы удивлялись. Это казанцы, да, непосредственно те ребята, которые занимаются развитием велосипедного движения, как вот и мы, то есть, за доступную велосипедную среду, все гладко, как это на самом деле выглядит со стороны. То есть, там есть серьезные проблемы с организацией Велоночь, вот то, что у них проводится. У них есть серьезные проблемы с согласованием строительства трасс, проведением сложных пробегов, потому что, как я помню, в масштабах Казани и возможных там международных крупных мероприятий развитие велосипедной среды стоит, ну, далеко не на первом месте. Вот, и поэтому привлечь к этому внимание и, соответственно, какое-то, скажем так, действие со стороны власти очень сложно. Ну, к примеру, у нас соревнования собирают там 80-150 человек, Казань, миллионный город, собирают 50 человек. Да ладно, не может быть такого. Ну, как не может? Вот, послушайте. Никакой велошколы у них даже, в принципе, не существует. То есть, когда я им рассказал о своем проекте, как мы реализовали, в каких масштабах мы реализовали, они, конечно, офигели, сказали, что, ребят, может, вы к нам приедете, у нас поработаете. Нам же велошколы и все остальные. Да, я сказал, что, ну, нам сначала нужно реализовать здесь все полностью, запустить, чтобы это работало как такой слаженный единый организм, а после этого, пожалуйста, если у нас останется свободное время, можем приехать, помочь вам. Вы представляете, просто когда мы вот здесь сидим, сколько раз обсуждали и смотрим, и говорим, вот, посмотрите, в Казани велопарад, в Казани велоночь, в Казани вкладываются. Не все, не все так гладко, на самом деле, все через битву. Но это правда, пока город не примет, любой город не примет себя вот эту вот лестницу приоритетов, как это уже, слава богу, сделала, например, Москва, как всегда это делают европейские города, кто по лестнице приоритетов среди движущихся, да, объектов впереди, кто наверху, кому больше внимания, стратегия, пока это не утверждено на официальном уровне, будет все это реализовываться силами энтузиастов через пробивание, да, стен, обивание порогов и прочее. Мы здесь же делали в программе «Урбан», вы помните, когда подвижение обсуждали, мы эти все системы здесь тоже обсуждали, в том числе и с чиновниками нашей администрации. Мы понимаем, что в Москве уже сейчас на первом месте общественный транспорт, потом пешеход, потом велосипед, потом личный движущийся транспорт, потом личный стоящий транспорт. У них это зафиксировано. У нас пока нет. У нас пока ставят желтые бордюры и желтые решеточки ограждения. Я к тому, что я думаю, что... Подарок для пешеходов и велосипедистов, извините. На урбанистическом форуме 23-24 на сессиях, когда будем это обсуждать, я думаю, что имеет смысл еще раз поднять этот вопрос, еще раз попросить власти внимательнее к этому отнестись и зафиксировать, потому что стратегия начинается с простых вещей, понятных каждому чиновнику любого уровня, каждому жителю, вот нужно эту лестницу приоритетов в Кирове утвердить. Иначе мы будем вот так вот разрываться и в разные стороны... В чем нам проще? То есть, как я понял, сравнивая, да, там Казань и, например, город Киров, нам проще то, что мы меньше. Мы компактнее, да? Мы компактнее, у нас нет, скажем так, тех проблем, которые есть в Казани. Там большие трассы, высокая скорость движения, много машин и... Интересов еще много разных. Да, в первую очередь, в Светлана Прайская зала, там немножко другие интересы, в принципе. А у нас же проще, мы гораздо компактнее. У нас ничего нет, но нам с этого проще, потому что отталкивается, потому что когда ты начинаешь делать с чистого листа, это гораздо проще, чем вписываться уже в что-то там огромное, большое и сложное. Прервемся сейчас на полторы минуты. У нас реклама и продолжим разговор с нашим гостем Григорием Долгих, президентом Федерации велосипедного спорта Кировской области. Еще хочется позадавать вопросы по тем сессиям, которые прошли в Казани в рамках Дня велокультуры. И еще есть несколько вопросов по развитию велошколы у нас. Продолжается программа «Дневной разворот». В Казани прошли дни велосипедной культуры. Специалист из Кирова, наш друг и коллега Григорий Долгих, президент Федерации велосипедного спорта Кировской области, там побывал. Сначала планировал быть наблюдателем, потом оказалось, что он гость. А теперь я так понимаю, что еще и как эксперт. Как спикер выступал, да. Если тебя казанские коллеги, на Казани, на которые мы равняемся, приглашают сделать велошколу в Казани, по примеру, Кировской, которая сейчас закладывается, развивается, и большие планы у нас на нее, я вот так говорю, мы, потому что мы соучастники всего этого процесса, то, конечно, уже как эксперт. Продолжая разговор о Казани, о чем там говорили, и мы говорили о том, что казанские коллеги говорили о том, что тоже приходится пробивать, и не все так просто, и велосипед не в приоритете у Казани. Вот в перерыве, Гриш, ты сказал, что они равняются на Альметьевск. Да, потому что Альметьевск, это, по сути, пример для всей России. Это столица велокультуры, наверное, российской, да, если можно так сказать. Образец, как должно быть, по идее. Игорь Багин у нас был. Игорь Багин ездил в Альметьевск. Антон Абатуров ездил. Игорь был в другом мероприятии, он здесь рассказывал про это. В Альметьевске легко найти в интернете, наберите велосипеды Альметьевск, и вы выйдете на сайт и увидите, как вся дорожная система... Городская инфраструктура заточена под велосипед. Заточена под велосипед. Понятно, что Альметьевск молодой город, и там, может быть, проще там что-то было сделать, но, тем не менее, все заточено под велосипед, они это очень активно развивают. Но тут, друзья, надо сказать, что главным был один фактор. Глава Альметьевска... А этот фактор, он всегда главный. Да. Глава Альметьевска сам принял такое решение, он был заражен этой идеей, он применил свой административный и человеческий и всякий разный ресурс, и он внедрял и всячески стимулировал внедрение вот этой системы. Так во очень многих вещах на самом деле происходит. Вот когда нас спрашивают про ресурсный центр, помните, мы делали передачу «Куда пойти, если ты хочешь благоустроить все, что угодно в своем дворе и городе?» У нас тысячи разных людей ответственных, из одного кабинета ходишь в другой, и было сказано нам представителями ресурсных центров в других регионах, если губернатор лично заинтересован, все будет, не заинтересован, не будет. В городах точно так же. Если мэр или сети-менеджер лично ведет какой-то проект, будет. Не ведет, не будет. Ну вот, к сожалению, у нас такая вот ментальность, я не знаю, в России. А может, везде такая, во всем мире. Увлечен? Главный в городе чем-то. Это движение будет двигаться. Не увлечен? Будем тоже двигаться, но медленнее, пробивается. Но, тем не менее, мы-то двигаемся все равно. Да, мы-то двигаемся, и давайте расскажем, как мы двигаемся. Напомним, чего велосипедная школа успела за этот год сделать. Так, велосипедная школа успела за этот год. Вот, ну, практически мы построили велосипедный парк на Филик. У нас осталась одна площадка, мы будем достраивать его, когда подсохнет, подмерзнет. Ну, потому что там есть определенные технологические моменты. Но, по сути, у нас сформирована карта трасс. Это 28 километров, трассы разного уровня сложности. Построен очень классный скилл-парк, который постоянно пользуется сейчас, скажем так, вниманием велосипедистов. И проведено огромное количество... А, еще построены 4 трассы по Даунхиллу. И проведено огромное количество уроков, мероприятий, соревнований. Но это, как бы, еще не конец. Это будет проходить и в течение этого года, и в течение следующего года. То есть, как бы, уже вне фонда. То есть, мы просто будем дальше продолжать, как мы раньше делали, все эти бесплатные уроки. Так, погодите. Это очень хорошо. Это тебе все ясно. Ты все уже провел, и все есть, о чем это читаться. Давайте по порядку. Итак, напомним просто историю, это важно, что в прошлом году, в прошлом году в рамках проекта «Киров меняется» мы, Илью Вячеславовича Шульгина и Елену Васильевну Ковалеву, подключили к нашим социальным проектам и впервые познакомились с велошколой. Да, в рамках нашей встречи нам дали что? Нам дали возможность пользоваться помещением на филейке аж целых 10 лет. Ага, в рамках встречи. Сколько было встреч, споров и всего. Тем не менее, когда вы говорите про инициативу руководящих лиц. Решающим. Да, потому что мы добивались этого много лет, и ничего не было получиться. Соответственно, после той встречи, когда присутствовали и главы министерств, и главы терра управления, очень много было на самом деле людей, все резко сдвинулось. То есть, нас все-таки вынесли, конечно, на Думу. Дума нас единогласно одобрила, дала нам возможность пользоваться этим помещением. Но помещение, естественно, находится в каком-то состоянии убитым. Как все помещения, которые обычно отдают социальным организациям. Ну, оно долго задавало. И на том спасибо. Оно долго пустовало. Вы делали ремонт. Оно было в страшном совершенно состоянии. Я должна туда тоже съесть, потому что я там только была, когда мы его осматривали вместе с Сергеем Вячеславовичем. В самом начале. Это было просто страшно. Там можно снимать было фильмы ужасов, потому что что только мы там не нашли, правда. Мы уже рассказывали, повторять не буду. И на самом деле не все решилось там за один раз. Достаточно долго шли переговоры, выяснения, юридические вопросы решались. И сначала не давали на долгий срок, на короткий, требовали написания бизнес-плана. Но мы написали его. Все сделали, абсолютно все сделали. Совершенно верно. И мало того, что написали и получили помещение, еще и успели написать грант на президентский. Который как раз мы начали писать для того, чтобы найти ресурсы для ремонта помещения. Для начала ремонта помещения. Ну, рекламу, не прям рекламу, а рекламу за счет проведения мероприятий, всевозможных акций, велоуроков. Для того, чтобы привлечь общественность к нашему проекту. Показать, что вот мы есть. Собственно, мы это и сделали. На самом деле так и есть. И, конечно, в велошколе требуются и сейчас, требуются и сейчас партнеры, требуются и сейчас помощь. Скажи, пожалуйста, на каком этапе это очень важно? Помещение большое 250 метров. Нет, еще больше, но 495 квадратных метров. Два раза больше. Сначала-то оно было вообще порядка 900 метров. То есть надавали. Делили. Да, делили, потому что был... Подвал еще. Первый этаж, подвал. Подвале, там слишком много коммуникаций. Если мы взяли и подвал, и это, то, например, коммунальные потяжи в два раза. Во-вторых, это такая нагрузка на... Да, и присматривать надо. 500 метров, кстати говоря, это, насколько я понимаю, примерно такая площадь, как вот у девочек, которые сейчас придут из Дорога и Добра в их центре, которые они тоже получили благодаря пристальному вниманию властей. И тоже в ужасном состоянии. Да, и тоже ремонтировали сами. И несколько лет ремонтировали. Не совсем сами, с помощью партнеров они ремонтировали. С помощью партнеров, с помощью людей. Сами имеется в виду, что не власти им предоставили, и не бюджет оплатил этот ремонт. Добывали сами партнеров деньги, руки и прочее. Здесь у нас примерно такая же площадка. Скажи, пожалуйста, с партнерами все сложно, трудно на самом деле подключать. Удалось ли вам за этот бот найти таких вот людей, компаний, организации? Мы делали предварительные переговоры с несколькими компаниями. Одна из... Ну, те, на которые мы ориентировались, такие как УКС и ВИТЭ, конечно, отказались в процессе. Не знаю, почему. А коли по помощи нам ссылались на то, что у них ничего нет. А другие компании откликнулись. Просто я сейчас пока не могу озвучивать точно. Ну, пока еще нет окончательного подтверждения. Да, пока еще нет. То есть мы где-то думаем, что в ближайший месяц... То есть они пока сказали добро, но еще не участвовали. Они сказали, что нам это интересно, давайте будем говорить более подробно. Но ввиду того, что мы были всецело в гранте, то есть мы должны были в очень сжатые сроки, потому что там из-за, скажем так... Всецело в гранте, это значит, нужно президентский грант было реализовывать согласно плану, заложенному в гранте, да, вот в короткие сроки? Да, который у нас сместился на месяц, потому что у нас при регистрации наше НКО, неизвестно, кто налогово это сделал, либо это был сам Минюст, там допустили орфографическую ошибку, и мы потратили месяц на то, чтобы просто привести документы. Порядок. Порядок. Причем, самое интересное, что это заметил Сбербанк. Это не заметил фонд, не заметил там наш юрист, корректор, никто. Это заметил Сбербанк на этапе уже заключения договора о перечислении денег. А деньги президентского фонда через Сбербанк? Да, то есть Сбербанк создает площадку, на которой заводятся эти средства, мы эти средства, согласно тех пунктов расхода, которые у нас есть в гранте, мы их проплачиваем нашим контрагентам. Ну и вот. И, соответственно, у нас сместилось все на месяц. Потом у нас поменялась одна из площадок, потому что на том месте, где мы хотели делать наш пам-трек, там сделали площадку «Газпром». Спортивную? Да, спортивную. Все хорошо, да. Нас сместили немножко в сторону. А что там за площадка? Там... Тренажеры какие-то? Нет, 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 там коробка. Они говорили о том, что они будут ставить коробки как раз футбольно-хоккей, которые можно использовать в любое время года. А как это случилось? Ведь запланирован был, по-моему, трек. Ну, вот так получилось. Потому что... Потому что... Потому что как только начали движение вокруг этого участка, все активировались сразу. Все захотели там... Дайте свое поставить. Нет, на самом деле, площадка получилась неплохая. Мы там проводили соревнования и занятия по беговелу. Это очень удобно, потому что резиновое покрытие, там... Мягко падать. Отлично. Ну, на самом деле, наверное, можно... Беговело для малышей. Для малышей, да? Без педалей маленькие велики. Нет, даже неплохо. Две спортивные площадки разных форматов, они рядом. Там, на самом деле, сейчас там их много, этих площадок, потому что там и лыжи-роллин, и трассы, на которые мы договорились проводить тренировки и соревнования по шоссе. Это единственное место, где могут дети кататься 114 лет по такому покрытию у нас в городе. Там у нас скилл-парк буквально в нескольких шагах. Что такое скилл-парк? Скилл-парк – это одна из площадок велошколы. Это, по сути, всевозможные элементы препятствий, по которым человек едет и тренируется отрабатывать навыки влажнения велосипеда. Уметь преодолевать различные препятствия. Заезжать на препятствия, съезжать с препятствия, работать с балансом, учиться спрыгивать. То есть всё сделано максимально доступно и безопасно, и есть препятствия разного уровня, начиная от самых простых, заканчивая уже сложными элементами. А пам-трек нас сместили в сторону, и оказалось, что там проходит всё, что можно. Там проходит и канализация, там проходит и связь, там проходит какой-то старый провод пароходства, которое даже пароходство уже не знает. Но в итоге всё нужно было согласовать. Мы потратили ещё месяц, даже полтора на это. А лето в Кирове короткое. Да, и собрали целых полтора и даже два листа печати формата 4 согласований. Всё-таки получили, наконец-то, разрешение. Убрали оттуда весь кустарник, а это, не знаю, куча, не знаю, размером с маленький дом получилось. Заросли тополя мелких, потом мы срезали там грунт, провели с геодезистом там разметку и завезли туда какое-то нереальное количество земли. Всё это выровняли, сделали дренажную систему, и лето закончилось. И сейчас мы ждём, когда немножко всё это подсохнет, подмёрзнет, неважно, что в первую очередь будет. И начинаем завозить асфальтовую крошку для того, чтобы формировать как раз вот эти все элементы трассы. И её тестируем, обкатываем, проводим там соревнования и опять же уроки в этом году ещё, надеюсь, успеем. И в следующем году смотрим, как это всё перезимует. Как оно сохранится. Да, и дальше планируется, конечно, сделать асфальтовое покрытие сверху. Но это уже в хорошую погоду. У нас есть ещё две минуты. Что сейчас необходимо будет делать? Этой зимой, следующим летом, из технических работ? Ну, непосредственно сейчас задача номер один будет, это всё-таки ремонт помещения. Потому что ввиду нашей освещенности в средствах массовой информации в соцсетях постоянно звонят родители. Хотят отдать детей в велосипедную секцию. Велосипедную секцию у нас будет работать по разным направлениям. Там можно будет выбрать, хочешь кататься в кросс-кантри, ты на горном велосипеде, хочешь кататься на шоссе, хочешь на беговиле, хочешь там участвовать в экстремальных дисциплинах. Это, конечно, всех привлекает. Мы сами ждём, когда мы всё-таки сможем открыть двери велошколы и принять это у наших первых учеников. Но в таком виде, как сейчас, мы не можем это сделать, потому что помещение требует ремонта. То есть там нужно делать окна, нужно делать двери, отопление, инженерку, всё. Раздевалки, залы. Да, у нас есть проект, то есть как помещение должно выглядеть. Мы согласовали его, опять же, с архитектурой, заплатаемую собственностью. И тут собрали много печатей. Да. То есть как таковое разрешение на перепланировку у нас уже есть. То есть мы сейчас там потихонечку прибираемся, что-то можно делать своими силами. За зиму нужно отремонтировать помещение. Да, это задача номер один, потому что велосипедная инфраструктура, трассы, на которых можно тренироваться, преподавать, у нас существует. Коллектив, который у нас может работать, у нас есть тренера с высшим педагогическим образованием, с опытом работы в велоиндустрии. Но нам негде пока этого делать. Всё, сейчас мы заканчиваем на этом нашу программу. Всех приглашаем на урбанистический форум, первый Кировский урбанистический форум. На котором мы будем презентовать велосипедную дорожку. Вот именно. 23-24 числа. Пожалуйста, заходите на сайт КУФ. Я прям сразу скажу, что... КУФ – это Кировский урбанистический форум. Плохо. Он сейчас ещё ищется в поисковиках. Но все сайты, когда впервые запускаются, проходят через трудности. Вот сейчас прямо буквально в эту секунду специалисты работают, чтобы легче было зайти. В ближайшие... Светлана, у меня вопрос. А мы ссылку на нашем сайте можем разместить на сайт Кировского урбанистического форума? Ну так проще просто будет, по готовой ссылке уходить. Светлана, значит, долго вместе работать. Она продолжает мою мысль. Я только начала. Да, мы... Сегодня я сделала запрос на баннеры, которые все СМИ-партнёры будут размещать на своих сайтах, чтобы легко было искать Кировский урбанистический форум, заходить, регистрироваться и участвовать в дискуссиях и мастер-классах по развитию нашего города. Первый час завершён. Всем спасибо. Прерываемся на новости, тематические программы и рекламу. Вернёмся в начале первого. Верно.